Здравствуйте! Меня зовут Андрей Очеретный, я куратор Центра академических партнеров Сбера по работе с ВУЗами. Мы понимаем, что Data Science, Data Analytics – это дефицитные специальности, спрос на которые растет, и он растет с каждым днем. Дефицит Data Scientist только в России оценивается тысячами, и мы понимаем, что ВУЗы сейчас не всегда успевают за тем спросом, который формирует бизнес. Ровно поэтому Сбербанк активно развивает партнерские программы с ВУЗами и уделяет огромное внимание тому, как современные студенты могут начать строить карьеру в области Data Science. В этом году мы провели массу мероприятий. У нас порядка 200 мероприятий было ориентировано на студентов в области Data Science. Из крупных проектов, которые реализовал Сбербанк в этом году – это карьерный марафон, который позволил студентам всей страны проходить практику и в онлайн-режиме знакомиться с карьерой в области Data Science от экспертов Сбербанка. Нам приятно, что спрос на этот карьерный марафон по стране был очень высок, и что порядка 10 тысяч студентов в итоге прошло в практику онлайне в таком формате. Второе крупное мероприятие мы тоже стартовали в этом году – это наши лекции для студентов от экспертов Сбербанка «Сберью Дейз Онлайн», в рамках которых эксперты из разных подведений Сбера рассказывают о актуальных проектах, которые они решают, и делятся с современными разработками вместе со студенческой аудиторией. Если говорить о системном взаимодействии с вузами страны, то у Сбербанка более 300 вузов-партнеров. В этом году мы стартовали огромный проект «Летнюю школу обучения преподавателей», но помимо этой школы в этом году у нас реализуются более 10 образовательных программ по всей стране, в рамках которых мы реализуем программы по подготовке студентов в области Data Science. Каждая из программ отличается друг от друга. У каждой программы есть свой блог-заказчик, который определяет, какие компетенции и на какую тематику будет сделан упор в рамках той или иной образовательной программы. Если говорить об обучении преподавателей, то в этом году мы провели во многом благодаря условиям, в которых мы оказались в этом непростом году, школу, в рамках которой мы в онлайне обучали преподавателей вузов и делились с ними теми наработками, которые есть у Сбербанка. Первым шагом в этой школе был онлайн-курс и преподаватели, вне зависимости от того, преподают они анализ данных, разбираются они в статистике или нет, проходили небольшие курсы в рамках нашей виртуальной школы от Сбер-Университета. После чего, когда мы уже гарантировали, что уровень у всех как минимум позволяет слушать наших экспертов, представители Сбера выступили с небольшими вебинарами, на которых поделились своими знаниями. Нам очень приятно, что программа нашла очень широкий отлик среди преподавателей всей страны. Понятно, что честная часть это преподаватели Центрального федерального округа, но при этом вы можете видеть, что к программе присоединялись как эксперты из Кавказа, Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада страны и так далее. Еще одним важным, приятным бонусом этой программы было то, что мы специально не ограничивали преподавателей только из технических вузов. В итоге к нам на программу приступили преподаватели, которые преподают медицину, работают в медицинских университетах, в аграрных университетах, преподаватели вузов, которые готовят будущих педагогов. Мы считаем, что Data Science и аналитика данных — это компетенции, которые являются сквозными в современной экономике. Ровно поэтому мы не старались отделять только преподавателей, которые будут готовить будущих Data Scientist, потому что сегодня юристы или HR, они должны понимать, что такое Data Science, уметь ставить задачу на анализ данных и говорить с Data Scientist, которые будут строить модели, меняющими тот процесс, в котором работают те или иные сотрудники, радикальным образом. Мы понимаем, что работа с вузами и с студентами не может ограничиваться только рамками нашей работы в стенах высшей школы. Поэтому мы уделяем огромное внимание тому, как современные школьники делают свои первые шаги в области Data Science. Ровно для этого мы проводим большие просветительские мероприятия, в частности урок цифры, и в этом году 4 миллиона школьников присоединилось к этой акции и прослушало наш урок, урок от Сбербанка, в рамках которого они знакомились с темой беспилотников. На просвещении мы, конечно же, не можем останавливаться. Следующий большой шаг — это делать качественный контент для школьников, который позволил бы им уже в старших классах школы показывать результаты, сравнимые с результатами людей, которые имеют некоторый опыт работы в Data Science или начинают карьеру в Data Science из области математики или классического IT. В этом году 3 тысячи школьников приняли участие в прослушивании онлайн-курса, который мы стартовали этим летом, и мы надеемся, что за следующий год эта цифра будет тоже увеличиваться и увеличиваться. Ну и финалом, конечно же, является наша Академия искусственного интеллекта для школьников и Олимпиада, которую мы делаем в рамках этого проекта. Приятно, что нам удалось сделать так, чтобы победители этой школьной Олимпиады получали преференции при поступлении в ВУЗы, и есть масса ВУЗов-партнеров Сбербанка, которые готовы будут принять школьников нашей школьной Олимпиады без экзаменов и зачислить их на качественные программы. Это важное достижение, потому что искусственный интеллект, с одной стороны, уже не является информатикой, с другой стороны, это уже не математика, и нам приятно, что такие преференции мы смогли обеспечить школьникам, которые проявляют себя хорошо, помимо денежных призов и возможности потратить грант от Сбербанка на обучение. Я хотел бы чуть подробнее рассказать о тех программах, которые у нас есть. Высшая школа – это наш якорный партнер. Там реализуется магистрическая программа финансовой технологии анализ данных. Куратором программы является блок риски, но при этом эта программа замечательна тем, что сотрудники всех блоков принимают участие в постановке тем для студенческих дипломов и в работе с студентами в процессе обучения. Еще одна замечательная программа, которая реализуется у нас – это Московский физико-технический институт, но там формат не магистрской программы, а базовые кафедры. Кафедра банковской информационной технологии, в рамках которой студенты и бакалавриата, и магистратуры могут учиться на специализации по анализу данных. В этом году мы существенно переработали в рамках нашего сотрудничества с ИТМО, и в Питере у нас стартовала замечательная программа по анализу данных под кураторством Дмитрия Бугайченко, известного человека в области рекомендательных систем. Точно так же, как во всех предыдущих программах, к темам дипломных работ или к преподаванию подключаются эксперты Сбербанка, и мы будем рады, если вы сейчас думаете над выбором магистратуры или бакалавриата, вы обратите внимание на эти программы. Нам действительно кажется, что это стоящие программы, которые правильно рассмотреть, чтобы начинать строить карьеру в области Data Science. В этом году мы стартовали стажерский Data Science Hub на острове Русский во Владивостоке, и также существенно скорректировали ту образовательную программу, которая реализовывалась в ДВФУ в школе цифровой экономики. Теперь ребята, которые поступили к нам на промагистрскую программу, начиная с первого дня обучения, могут пробовать свои силы и приходить к нам в стажерский DS Hub для того, чтобы начинать строить карьеру вместе со Сбербанком или реализовывать какие-то проекты для Дальневосточного региона. Ну и в заключение я хотел бы рассказать коротко тоже о нашей программе в Уральском федеральном университете. Программа, так же как и в МФТ, реализуется не отдельно стоящая программа по анализу данных, а ребята учатся не только машинному обучению, но и технологиям, которые могут быть полезны в современном IT-мире. Более подробно всю информацию о тех программах, которые Сбербанк реализует в высшей школе, можно найти на нашем портале SberGraduate. Также все студенты смогут там найти информацию о тех карьерных мероприятиях, которые позволят им сделать первые шаги в области Data Science, строить карьеру вместе со Сбером и вместе со Сбером строить светлое будущее, в котором искусственный интеллект и машинное обучение будут упрощать нашу с вами жизнь. Спасибо.